Славянские спортсмены прославляют наш район на краевых и всероссийских соревнованиях. Не уступает им и спортсмены-паралимпийцы. Об одной такой удивительной девушке, которая, несмотря на состояние здоровья, нашла в себе силы активно заниматься спортом, участвовать и побеждать на соревнованиях, мы расскажем в следующем материале. Наталья Павлюкова с детства прикована к инвалидному креслу. Но, несмотря на состояние здоровья, она вот уже несколько лет активно занимается спортом. Девушка нашла себя в плавании. За одну тренировку спортсменка проплывает до пяти километров. Усиленные тренировки принесли свои плоды. Наталья является чемпионкой России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата и входит в состав Паралимпийской сборной Краснодарского края и России. Девушка установила четыре рекорда России в дистанциях 50 метров вольным стилем брасом и баттерфляем. В этом году выполнила норматив мастера спорта международного класса. Сейчас девушка ждет приказа Министерства спорта России о присвоении этого высокого звания. В воде себя Наталья чувствует комфортно и свободно. Чего не скажешь, когда девушка пересаживается на свою инвалидную коляску, которая достаточно громоздкая и неудобная в обращении. Помочь спортсменке решило руководство филиала ПАО «Кубанэнерго» «Славянские электрические сети». Для Натальи была приобретена сделанная специально для нее новая и современная коляска. Эта коляска уникальна тем, что ее изготавливают в Германии по индивидуальному заказу. То есть здесь подобрана ширина, здесь подобрана глубина, здесь подобран размер голени, высота спинки под каждого человека индивидуально. Она очень легкая, она весит порядка 9 килограмм. Уникальна она тем, что она может пройти везде, то есть она занимает очень мало места, может пройти в любую дверь. Такой жизненно необходимый подарок Наталье вручил руководитель филиала «Кубанэнерго» «Славянские электрические сети» Тимур Глушко. Новая коляска даст спортсменке дополнительные возможности для большей маневренности и свободы передвижения, а значит, для участия в новых соревнованиях. На добрые дела, наверное, решаться не нужно, ими, наверное, нужно жить и созидать. Мы относимся, если говорить про компанию, к социально ответственной компании, но и как тот коллектив, который любит спорт, поддерживает спорт. Мы им живем, мы регулярно устраиваем в коллективе разные спортивные мероприятия с разными достижениями, которые в том числе и публикуем для того, чтобы создавать мотивацию среди сотрудников. Касаемо конкретного события, ведь когда у нас есть полноценные возможности, и мы игнорируем возможность занятия спортом, тратить на это время, и войти в положение, и осознать всю ту тяжесть, и оценить то желание, которое есть у людей, безусловно, пройти мимо мы не можем. И я считаю, что это обязанность и, наверное, миссия каждого из нас. Сейчас Наталья готовится к новым соревнованиям. Девушка будет участвовать в Кубке России, который пройдет в декабре в Московской области. Благодаря новой коляске приезжать на тренировки стало легче. Я очень рада, коляска очень легкая, везде проходимая, я уже везде все попробовала. Мне очень нравится. Большое спасибо тем, кто это организовал. Коллектив славянских электрических сетей будет болеть за Наталью на Кубке России и очень надеется, что их помощь поспособствует ее новым победам и достижениям. Анна Моносоренко, Игорь Иванчуков, программа «События». Анна Моносоренко, Игорь Иванчуков, программа «События».